МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Настоятель церкви, отец Александр, открыл двери для всех. Люди ночевали в здании православной гимназии. Все жили по заповеди. Помоги ближнему своему. Стало негде ночевать, стало нечего есть, стало нечего пить. Ну и, в общем-то, мы стали делиться сначала всем тем, что у нас было. У нас практически ничего не было. Если говорить о воде, у меня полкулера осталось воды в младших классах в гимназии. Я, в общем-то, думал, на сколько стаканов я это смогу поделить. Валентину Печорину местной называют баба Валя. В Орске женщина прожила почти всю жизнь. Держала кур и корову. К ней часто приходили за молоком и яйцами. Большая вода с ее двора ушла. Остались только лужи. В доме не осталось ничего. Ой-ой-ой-ой, что делать, что делать. Ну, где мне восстановить, я одна живу. Еще все, мешкунак начался. О, видите, крольчатые. Ну, тут все сейчас перемешка. Они в сетке там позастревали. Куры там лежат на полу все. Ну, все так. В городе затопило около четырех с половиной тысяч жилых домов. Вода уходит, но последствия паводка будут разгребать еще долго. Морозильник, холодильник. Вчера вот помыли. Кухонный гарнитур новый совершенно. Стулья я на день рождения 4-го числа сыну подарила. Видите как. Евгения Коваль совсем недавно сделала дома ремонт. Подвесные потолки, на полу ламинат. Купила новый шкаф и диван. Сейчас уже не понять, где кухня, где спальня. Вода перетасовала мебель, как колоду карт. Мы сами видели, как в тот момент, когда строили эту дамбу. Да смешно это было просто. Понимаете, это не дамба была. Это просто была насыпь. Там ничего. Там просто земли кусок. Сюда паводок дошел буквально за пару часов. Уровень Урала тогда достигал почти 10 метров. При опасной отметке в 7. Вот так сейчас выглядит одна из улиц Орска. Как раз в полутора километрах отсюда и прорвало дамбу. Паводок доходил до уровня второго этажа. Вода ломала даже. Кирпичные заборы. Такого наводнения в Орске не было почти 70 лет. В местном краеведческом музее есть небольшая экспозиция, посвященная паводкам. Самые страшные из них 1942 и 1957 годов. Тогда вода в Урале поднималась до уровня 9 метров 88 сантиметров. Новая часть города находится по другой берегу Урала. И в принципе он никогда не топил ее. Поэтому было и принято решение здесь строить промышленные объекты. И с ними жилые кварталы. Но в 1957 году Урал настолько вышел из берегов, что старожилы говорили, и тоже в письмах писали, что вода дошла до центра нового города. В Орске сегодня проблемы с водой. Насосы остались без электричества. В одних районах она идет тонкой струйкой, в других ее просто нет. В таких условиях во время паводка работало и это кафе. Готовили еду и мыли посуду водой из пластиковых бутылок. Все арчане сплотились и оказывали поддержку друг другу. Также наша организация оказывала поддержку сотрудникам МЧС. Представляли им горячее питание. Не было света трое суток. Приходилось сложно, но справлялись как могли. А вы собственные, да? Да. И вы. В Орске начали работу оценочные комиссии. Они определят, насколько пострадало жилье и имущество. Светлана вернулась домой, как только включили свет. Просушивает квартиру с помощью тепловой пушки. Нам повезло, у нас тут немножко повыше. И у нас затопило все полы. Все, поднялся весь линолеум, весь ДВП. Вот это вот сейчас подсохло немножко. Вот, ну, как у всех. По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, уже более 30 тысяч жителей региона получили не только первоочередные выплаты, но и компенсации за утрату имущества. Приступили к ремонту дорожной инфраструктуры и трамвайных путей, которые пострадали. После этих первоочередных работ приступим к восстановлению жилья. Уже разрабатываем проекты типовых решений для застройки новых кварталов. Кварталов предложим жителям как возможность купить готовое жилье, так и самостоятельно построить дом. Орску помогают российские регионы и страны содружества. Из Кыргызстана выехала автоколонна. Она везет детскую одежду, резиновые сапоги, одеяло, матрасы, кровати. Белорусский союз женщин за неделю собрал 10 тонн гуманитарного груза. Это вещи первой необходимости. Одноразовая посуда, полотенце, зубные пасты и щетки. Кто-то передавал денежные эквиваленты, что-то мы покупали товар здесь. Кто-то передавал товаром. И я уверена, что это такая маленькая частичка женского белорусского сердца, которая дойдет до тех, кто в этом нуждается. Мальчишки миленькие, спасибо вам. Пожалуйста, пользуйтесь. Теперь у вас есть и плита, и горячая вода. Тем временем на улицах Орска коммунальщики сменили спасателей. Они подключают электричество и газ, убирают мусор. Люди потихоньку возвращаются в свои дома. Дмитрий Барбыш, Ольга Соловьева, Анатолий Романов, Виктор Болдырев и Вадим Миронов. Программа «Вместе».